Привет, комрады! Это товарищ Сафронов, и мы продолжаем август месяц экспериментов и возобновляем рубрику Товарищ гаджет, где я рассказываю про какие-то гаджеты. И в данном случае я расскажу об одном из гаджетов, которыми я сам пользуюсь. Многие спрашивают меня, какими же, какими же. И вот, один из гаджетов, который не так давно стал обладателем его, и благодаря этому гаджету реально многое поменялось. И я хочу рассказать про портативный проектор Дуги. Что же это за коробочка, кто-то спросит. Это похоже на кубик Рубика, кто-то ответит. Но на самом деле это вот карманный, ручной, переносной, суперпозитивный, клёвый, который мне очень понравился из всего того, что я видел. Это проектор Дуги. Проектор, смарт-проектор. Не просто проектор, а умный проектор. В общем, это проектор, который проецирует изображение на любую поверхность. К этому устройству можно подключать различные периферии, такие как клавиатуры, флешки, мышки, планшеты, телефоны и многое другое. Устройство крутое, давайте я расскажу вам подробнее. Представляю вам универсальный портативный проектор Дуги, которым пользуюсь не только я, но и вся моя семья. И сейчас расскажу, в каких ситуациях. Дизайн этого проектора один из очень важных элементов. Он действительно стильный, молодежный, модный, подойдет как и для современных молодых людей, так и для современных родителей. Хотя порадует, я уверен, всех. Особенно круто у нас смотрится этот проектор в детской, но и просто взять его с собой куда-нибудь в компанию на тусовку, и он будет выглядеть действительно классно. Затем очень важно, что это компактный и достаточно легкий проектор. Его можно, видите, взять в руку, понятно, поэтому положить в карман, в сумку, в рюкзак, куда угодно. Он не займет много места нигде. Бардачок машины. Но чтобы такое можно было с проектором сделать, я еще не встречал. Причем с полноценным проектором, мало того, с умным проектором. По грязям этого проектора расположены различные элементы, такие как колесико для фокусировки, микро-USB разъем, кнопка включения-выключения и USB разъем, куда можно подключить различную периферию, а также флешку или разветвитель для USB входа. Итак, надеюсь, вам сейчас будет видно, что происходит. Листок белой бумаги или любая белая, ровная, достаточно просто ровной поверхности и проектор дуги. И как вы видите, что сейчас здесь не подключено никаких устройств и откуда там Android. Да, дело в том, что это смарт-проектор и Android здесь уже установлен. Здесь стоит Android KitKat. Для работы проектора более чем достаточно. Надеюсь, вы понимаете, что основная фишка проектора это демонстрация изображения на какую-либо поверхность. И, понятное дело, чем ближе мы подносим, тем изображение меньше, чем дальше, тем изображение больше. Достигнуть можно гигантских размеров, и я покажу как. Для управления я обязательно покажу, какой есть пульт, но я использую мышку. Если вы видите какие-то колебания или мерцания, это, не обращайте внимания, это особенности камеры так снимает. У нас здесь предустановлен Android, поэтому все приложения для Android идут, в том числе и YouTube-приложения. Мало того, сейчас я вам покажу фишку. Здорово, начальник, начальник, привет! У нас тут тепло, котлетки в обед, поторопись! Да, вы не ошиблись, этот проектор с динамиком. Теперь вы понимаете, зачем здесь расположены сеточки. Это стереодинамики здесь находятся. Но сеточки еще не только для этого. Вы наверняка слышите некий звук. Это работает кулер. Реально активное охлаждение. Кулер и радиатор стоят под этим корпусом. Для того, чтобы охлаждать мощную лампу, которая позволяет видеть даже в дневное время, в дневном освещении, не на небольшом расстоянии. Но все же позволяет увидеть изображение, и вы будете видеть его достаточно четко. Не говорю уж про ночное время или про комнату с выключенным светом. Будет видно это вообще отлично. Вот так, такой маленький проектор с охлаждением действительно позволяет круто, круто выводить изображение. И здесь все в одном. Не нужно подключать отдельно, или бояться, что у вас перегреется, перегорит лампа, как это бывает на каких-нибудь гаджетах. Либо со слабым изображением, которое они проецируют, либо с лампой, которая очень быстро перегорает со временем. Динамики, друзья мои, просто отличные у этого устройства. Одной из немаловажных фишек является то, что проектор может поддерживать дистанционное устройство, планшеты, телефоны, компьютер, iOS, все что угодно, любое устройство. Для нас это оказалось реально очень крутой фишкой. Мы ставим в детскую, например, если время посмотреть мультики или какую-нибудь образовательную программу, то ставим для детей этот проектор, запускаем на экран и контролируем из другой, можем, комнаты с гостиной, например, то, что происходит сейчас. Ребенок не будет сам копаться в планшете, в устройстве, не разобьет его, не компьютер, не полезет ручками туда. Просто водится на стену, на белый лист или на некое полотно натянутое. Можно это сделать, как раньше диафильмы смотрели. Сейчас я вам примерно покажу, как мы используем этот проект или как вообще его можно использовать. Здесь у меня не нашлось белого листа, но я использовал по-другому. Да и стены здесь, это деревянные. На них отображаться изображение, конечно же, будет, но с полосками. Чтобы этого не случилось, я использовал простой лист картона. Как вы видите, прикрепил его скотчем и можно на таком будет гигантском экране смотреть все, что угодно. Фильмы, мультфильмы или даже играть в игры. Вот даже в такой походной ситуации можно это сделать. Кстати, вот пульт от этого проектора. Пульт работает по блютусу от двух пальчиковых батареек. И им можно управлять. Возвращаться в главное меню, перемещаться, уменьшать, увеличивать громкость и включать приложение, которое открыто и так далее и тому подобное. Можно включить, чтобы курсор был виден. Можно выключить этот курсор. Пульт вообще классная штука, так что можете выбирать, что использовать, пульт или мышку. Здесь у меня вообще работают лампы, но даже видите, что при включенных лампах изображение будет показано. И вы будете его видеть. Вы же сейчас его видите, и я вижу нормально. Но если мы выключаем свет, даже днем, зашторены занавески, то происходит следующее. И вот так изображение выводится с приглушенным светом. Свет проникает в комнату. Все еще в комнате достаточно светло, но мы уже видим хорошо изображение. Как вы видите, вот наш экран. Я поставил для примера вам клевую фишку, потому что, представляете, вот это можно вывести огромным, огромным экраном на потолок. Лежать, например, и смотреть, рисовать узоры на потолке. Вы можете себе это представить. Это же действительно классно. Собственно, что это я про потолок? Давайте я вам прям покажу. Выводим изображение. Куда? Вот. Выводим изображение на потолок, и любое приложение, которое вы только захотите, можно подключить и смотреть на потолке. Давайте то же самое сейчас запустим. Это те магические штучки на потолке. Рисовать можно прямо на потолке. Класс, да? Сейчас я почти полностью исключил свет. Все равно еще он сюда проникает. Но показать вам... Не знаю, камера этого, наверное, не передаст, но изображение очень четкое. Все видно хорошо. Буквы и цифры, любые изображения. Фильмы, все будет хорошо, в отличном качестве. В Full HD здесь все фильмы он проигрывает. Все форматы практически читает. Единственное, что... Тут разрешение чуть-чуть пониже, чем в Full HD, но для проектора, для домашнего использования, этого достаточно вполне. И продолжают свой путь. И ложатся спать. Но даже сон может быть опасным приключением. Я просто буду тебя сильно, сильно, сильно плохо. А ты шутишь? А я прекрасно себя чувствую. С помощью QR-кода скачиваем приложение, которое работает как пульт, либо как демонстрация экрана нашего устройства. В данном случае у меня планшет, но можно и телефон, все что угодно. Друзья, мы сейчас подключили планшет к устройству. И сейчас видим все, что на планшете, то и на устройстве одновременно. Причем, смотрите, мы поворачиваем, и у нас разворачивается изображение здесь. И теперь мы можем управлять устройством с планшета. Ну, точнее, показывать все, что на экране планшета отображается и на стене у нас в данном случае. Кстати, прикол в том, что дети могут трогать экран, и ничего с этим не произойдет. Любую поверхность. Обычно боятся взрослые, что телевизор испортит, а тут, ну, что с этим случится? Кстати, еще одна тема с игрой. Я подумал, может быть, интересно. Итак, друзья, я вам показал эксперимент. Я не гаджет-обзорщик. Может быть, я что-то не сказал важное. Ну, все характеристики, все характеристики, ссылку я оставлю в описании. Вы сможете посмотреть на характеристики подобные. Если они вам нужны, если вы считаете, что они важны, то можете просто их прочитать по ссылке в описании. А так, устройство, я показал, как я его использую. Рассказал вам, показал принцип работы. Есть пульт, есть устройство в комплекте. Да. Встроенный Android, что одно из самых главных фишек, я считаю, этого устройства. С возможностью подключиться к интернету. Подключить сюда различные устройства. Мышки, клавиатуры, геймпады, все что угодно. Возможность подключать телефоны, планшеты, ноутбуки, как захотите. Если вам недостаточно звука или хотите его как-то усовершенствовать, улучшить, можно подключать любые Bluetooth-колонки, какие вы только вздумаете. В общем, такой переносной проектор реально круть. В комплекте поставки идет пульт, сама коробка подарочного вида. Можно и в подарок такой уникальный гаджет подарить. Сам проектор, зарядное устройство, инструкция и провод для зарядки или для соединения с другими устройствами. Выполнено все очень качественно, все элементы прям достойны уважения, сделаны, никаких нареканий нет. Это прям вот европейский уровень создания гаджетов. Супер круто сделано. Такой гаджет мне стыдно кому-то подарить. Я уверен, что не у многих он есть, не у многих есть возможность его приобрести. И эта вещица действительно интересная, классная и окажется полезная. И уж точно, ну вот, внешним видом она своим паразит и функционалом тоже. Поэтому в этом плане, мне кажется, крутой подарок был бы. Рассказываю о нем, потому что это мой домашний гаджет, и многие спрашивали. Дуги, почему именно Дуги? Ну, и вы знаете, что я устройствами различными пользуюсь. Много у меня было различных устройств. И Дуги, я смотрю обзоры, ровно так же хвалят. Многие действительно очень хорошие телефоны делают. И в том числе вот этот проектор. Я следил за новинками их телефонов и увидел проектор. Поэтому получилось мне его заказать. Кстати, нашел у них информацию о том, что сейчас проходит акция. С 15 августа официально начинается предзаказ новой модели. Дуги Т5, неубиваемый телефон, стоимостью 229 долларов. И на официальном сайте, по ссылке в описании, можно принять участие в конкурсе-голосовании. С 15 по 30 августа нужно проголосовать на сайте, выбрать стиль телефона. Выбирайте там, с какой панелью вам нравится больше. Из коробки там сразу две модели панели этого телефона. Ну, на сайте можно проголосовать за это. И на имейл, который там оставите, при регистрации получаете скидку в 20 долларов. А также потом будет проведен розыгрыш, 100 телефонов разыграют. И, в общем, можно получить и скидку в 20 долларов, всего за 209 долларов его прикупить. И попытаться выиграть его. Так что прикольно, я считаю. Я буду принимать участие, вам советую. Тем, кому понравился данный гаджет и нравится рубрика «Товарищ гаджет», поставьте большой палец вверх. Скажу вам за это спасибо, друзья. И сделайте репост в группе ВКонтакте, тоже, если вам это интересно. На этом всё. Пока-пока. Все необходимые ссылки в описании. До новых встреч. С вами был товарищ Сафронов. Удачи!